Книга Бытие, глава 18. И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он поднял очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. — Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал, — Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохнете под этим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите. Так как вы идете мимо раба вашего, они сказали, — сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал, — Поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял возле них под деревом, и они ели. И сказали ему, — Где Сарра, жена твоя? Он отвечал, — Здесь, в шатре. И сказал один из них, — Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сарры, жены твоей. А Сарра слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин, у Сарры, прекратилась. Сарра внутренно рассмеялась, сказав, — Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение? И господин мой стар. И сказал господь Аврааму, — Отчего это рассмеялась Сарра, сказав, — Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сарры будет сын. Сарра же не призналась, а сказала, — Я не смеялась, ибо она испугалась, но он сказал, — Нет, ты рассмеялась. И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал господь, — Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь, — Вопль садомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, — Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь место этого ради пятидесяти праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал, — Если я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то я ради них пощажу все место то. Авраам сказал в ответ, — Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти. Неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город? Он сказал, — Не истреблю, если найду там сорок пять. Авраам, продолжая говорить с ним, сказал, — Может быть, найдется там сорок. Он сказал, — Не сделаю того и ради сорока. И сказал Авраам, — Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там тридцать. Он ответил, — Не сделаю, если найдется там тридцать. Авраам сказал, — Вот я решился говорить владыке. Может быть, найдется там двадцать. Он сказал, — Не истреблю ради двадцати. Авраам сказал, — Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там десять. Он сказал, — Не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в место свое. Большое. Продолжение следует...